Сюрприз нашим лидерам. Пастухова, Булукова, Королёва, Ю-23, молодёжная наша сборная, Плеханова, Зинюхина, Смирнова. То есть, если мы примерно предполагаем, что Познякова и Игорян способны выигрывать, то кто будет ещё два человека, мы не можем даже предположить, потому что уровень очень серьёзный. Спросите вы, откуда Алексей так хорошо знает юниорок? Потому что Алексей Кименко является старшим тренером женской сборной России по фехтованию на саблях среди юниоров, а также среди молодёжи. Правильно я говорю? Да, и слава Богу, что я остался в спорте, потому что фехтование в частности я без него жить не смогу. Ну а тем временем счёт в бою открывает Патаскова. Андрей Игоревич Айржан, серебряный призёр Олимпийский хикер, тренер у Евгении Подпасковой. А в секторе у Софии Лохановой Дмитрий Владимирович Глотов. Мы с вами сегодня уже про него говорили, это тренер. Да, вот на экране как раз у вас тренер Камиля Ибрагимова, которая уступила, стал бронзовым призёром. Тренер Яна Игорян, которую мы увидим в следующем полуфинале. И тренер Софи Лоханова. И сейчас второй удар наносит Соня. Открывка 2-2. Евгения сравнивает. Как вы видите, наверное, не такое динамичное фехтование, да, на фоне мужского. Такие выпады трёхметровые у мужчин. А женщин пока так всё элегантно, спокойнее. Но как они кричат. Признаться честно, женское фехтование мне нравится больше с точки зрения тренерского ремесла. Потому что оно гораздо разнообразнее. Потому что девочки успевают сделать подготовки. С девочкой успевают упоминать своё решение во время фразы. Мальчики, безусловно, динамичнее. Надо быть физически сильным. Надо быть быстрым. Для того, чтобы быстро принять решение, сразу завоевать инициативу. И выйти в атаку, или сделать свой переход и так далее. У девочек есть время, а значит, вот, наблюдаем атаку Позняковой. Молодец, Соня. Стремительно так заряжена. Я бы не стала отдавать предпочтение какому-то из видов. Или мужчинам, или женщинам. В каждом есть свои прелести, есть свои плюсы. И вот мы сейчас вот как раз с вами видим на повторе красивую такую атаку. Готов. Чай. Не достаёт в атаке. Другая не достаёт в атаке. И вот обменялись атаками девочки. И 5-3 впереди София. Как я уже говорила, Станислав Алексеевич на трибунах наблюдает за дочерью. Это президент Олимпийского комитета и четырёхкратный олимпийский чемпион по ихтованию на саблях. Готово. Чай. Софи, Соня в атаке. Колоссальная работа стоит за этим передвижением. Надо сказать то, что фехтовальщики не могут вперёд бежать. То есть делать скрестный шаг. Нужно дойти в фехтовальные стойки. Назад можно, потому что скорость атакующих выше. Но вот в фехтовальные стойки дойти эти 10 метров, пройти, подготовить свою атаку, это физически очень сложно. Да, если говорить про скрестный шаг, может быть, немножко поясним. Это когда одна нога фактически заходит за вторую. Вот это недопустимо в сабле, поэтому нет тех атак, которые мы с вами можем посмотреть в других видах оружия, в рапире и в шпаге. И этим, конечно, сабля очень сложна в плане ног и такая скорость сумасшедшая. Её нету, наверное, ни в рапире, ни в шпаге. И разница, опять же, у каждого вида оружия есть свои такие интересные какие-то нюансы. И нельзя. Очень часто люди спрашивают, а какой вид оружия самый сложный? Или а какой лучше? Нет такого понятия, какой лучше или какой сложнее или проще. Каждого с файоров назначены все три вида оружия. Но сабля однозначно самая динамичная. Да, безусловно, это так. Соня, большая молодец, она навязала позиционную борьбу в середине. Не пускает в атаку Евгению. А если Евгении удается выйти в атаку, то она не подготовлена. И Соня готова к обороне. И счет налицо 8-3. И мы с вами видим там очень важный момент поединка для любого спортсмена. Это когда есть вот эта минута перерыва. В сабле она происходит после нанесения 8-го удара. И вот сейчас уже осталось 30 секунд до конца перерыва. И всего минуты. Вроде бы кажется много. Но для спортсмена она проходит как 3 секунды. Успевает подойти только тренер, дать попить. Но при этом еще и дать какую-то картину. Вот именно взгляд со стороны на поединок, на бой. Объяснить, что нужно сделать, что поменять, что оставить. Ну, в общем, конечно, этот минутный перерыв для каждого спортсмена важен невероятно. И здесь-то на ногах отрабатываешь. Отрабатываешь, отрабатываешь. Какая же все-таки тяжелая работа тренера. Видеть это все, знать, что надо сделать. Как сделать, но при этом вообще не иметь такой возможности. Всего минута для того, чтобы это объяснить. И попробовать спортсмену зажечь, поменять, перестроить. Это фантастически сложная работа. Отрабатывая на ногах, посоветовал Андрей Решан, Евгений Подпасков. Действительно, да, кто более мобильный, может быть, в этом бою, тот и может не дать свою борьбу. А на наших экранах Станислав Алексеевич Позняков, президент Олимпийского комитета, 4-кратный олимпийский чемпион. Я благодарен судьбе, что нам удалось выиграть бронху олимпийских игр в одной команде и несколько чемпионатов мира. А рядом с ним был его личный тренер Борис Налинович Кисецкий. И заслуженный тренер России. А сегодня Вениамин Решетников, ученик Бориса Леонидовича, продолжает идти по стопам Станислава Полезнякова. И будет вихтовать в финале с Александром Трушаковым. Вот такая вот. Вот такая приемственность поколений. И вообще, в принципе, все так связано у нас. И в этом есть своя прелесть. Итак, Евгения Подпаскова наносит четвертый свой удар. Некоторые спортсмены саблисты говорят о том, что тяжело очень после минутного перерыва, если, допустим, ведут с большим счетом, очень тяжело включиться после минутной перерывы. Бывает, что спортсмен после перерыва, нанеся восьмой, больше долгое время не может нанести. А как раз тот, кто проигрывает, сокращает счет. Мне кажется, что спортсмен у высокого уровня, такой, как Соня Безликова, Лоханова, и на 10 минут отдохнет, и потом опять продолжит выигрывать свои бои. Ну, этот бой, конечно, сложился, безусловно, не смогла Евгения подвязать борьбу. Уже большой перерыв. 11-4. Защита от ветра. 12. 12-4. Ну, уже Женя, в принципе, не понимает, почему она получает и что происходит. И я думаю, что это станет легкой добычей для... София, да, вы видите эмоции. Вы просто видите, что спортсмен перестает себя контролировать и дает волю эмоциям. Кому-то это помогает, кому-то нет. Но это в любом случае просто выход этой эмоции, особенно если не получать. При этом мы уверены, что Женя старается, она делает все, что в ее силах. И кажется, что все делает правильно, зачастую не согласна с арбитром. Но, тем не менее, все равно не выходит, значит, все-таки побеждает тот, кто более подготовлен, заряжен. Как правильно? Не более же силен. Как мы уже говорили, такие антропометрические данные не так важны. И сила тоже очень-очень важна. Скорость реакции в фехтовании, в сабле особенно, где все происходит за доли секунды. И у нас 12-6. Бой. Готовы? Чайник. Соня в атаке. Ага, надо наносить. Останавливается. Выходит в ответ на атаку. А, и вот что произошло. Выпал шнур из сабли. Значит, команда стоп. И надо начинать все заново. Обидный момент для Евгении под паской, потому что она готовила в этот момент атаку. Да, были шансы, потому что, конечно, в сабельном фехтовании атака всегда в приоритете. Если удалось выйти в атаку, то это примерно 80% успеха. Готов. Соня в атаке не попадает. Ответ на атаку Евгений под паской. Седьмой удар. С таким остервенением прям вернула за ту потерянную атаку, которую готовила. 12-7. И это, напоминаю, первый полуфинал в женском турнире сегодня. Поправлю? Да, надо поправить оружие. Ну, были, на мой взгляд, сражения так растрачивают свои достаточно хорошие моменты. И даже вот в этой фразе ей удалось парировать атаку Позняковой, Лохановой. Извините, каждый раз я так и норовлю сказать, что Лохановой. И в тот момент, когда нужно немножко иметь терпение, не давать сразу ответ. И это не торопится, торопится Евгения. И из-за этого и не получается ей навязать борьбу. И для тех, кто, может быть, чуть позже подключился, мы объясним еще раз, что когда спортсмен показывает прямоугольник руками с опущенной маской, то он просит арбитра пройти и посмотреть видеоповто. Ну что, как говорил Алексей, контрольный мяч. Хорошая атака Сони. Конечно, Соня максимально хорошо отработала в середине, захватила центр дорожки. И для Евгения, Евгения получилась так маломобильной, да. И отсюда такой крупный счет. Но мы все равно поздравляем Евгению, она большая молодец. Бронза всероссийских соревнований.